Новости на Варуси 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 В результате получения второй части гуманитарного груза возобновляется выдача гуманитарной помощи следующим категориям граждан. Беременные, кормящие матери, люди с онкологической патологией, инсулиновзависимой, опекунув детей в возрасте до 18 лет. Жителям города указанных категории рекомендовано предварительно для сверки подойти в кабинет номер 27 Управление труда и социальной защиты граждан по улице Кирова, 31. Гуманитарная помощь выдается с 9.30 до 15.00 на базе «Меркурий», напротив рыбной базы. При себе необходимо иметь паспорт получателя и, желательно, пакеты, в которые можно будет сложить продуктовый набор. Луганский казачий кадетский корпус имени маршала авиации Александра Ефимова активно ведет набор учащихся в 5, 6, 7, 8 и 10 классы. Набор идет с 24 июня и продлится до 15 июля. Принимаются заявления от родителей школьников, кроме тех детей, которые переходят в выпускные 9 и 11 классы. Прием в корпус осуществляется на конкурсной основе. Поступать могут живущие в ЛНР школьники, годные по состоянию здоровья и имеющие соответствующие классу поступления уровень образования и возраст. Для этого необходимо подать заявление о приеме на обучение с оформленным личным делом. Кадеты находятся на государственном обеспечении. Главная задача учебного заведения – подготовка воспитанников для дальнейшего обучения в высших военных учебных заведениях и образовательных учреждениях других силовых структур. Луганские спортсмены заняли 13 первых мест в открытых внутриклубных соревнованиях по айкидо в разделе «Рандори», а также 15 вторых и 16 третьих. На мероприятии присутствовал глава Федерации айкидо ЛНР Роман Кананухин, который поздравил спортсмеров с достигнутыми успехами. Все выпустили на отлично, проявили волю к победе, продемонстрировали высокий уровень подготовки. А тем, кто сегодня не занял первое место, хочу сказать, что не нужно расстраиваться, ведь каждая неудача делает нас сильнее, отметил глава Федерации. Федерация айкидо ЛНР была зарегистрирована в Министерстве юстиции в октябре прошлого года. Кроме того, она была поставлена на учет в японском штаб-квартире. На данный момент в состав Федерации входит свыше 200 спортсменов. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обязано погасить оставшийся долг перед государственным предприятием «Луганск.Уголь» в размере 209 миллионов гривен. Украина как государство должна отвечать за свои обязательства. Тот факт, что трудовой коллектив внужден обратиться в суд, еще раз подтверждает, что украинская сторона всячески пытается убили от своих обязанностей, в том числе и закрепленных минскими договоренностями. Такую точку зрения высказал журналистом председатель Федерации просоюзов ЛНР Олег Акимов. В связи с этим «Луганск.Уголь» обратилась в судебные инстанции с исковым заявлением к Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, Министерству финансов Украины, Государственному казначейству Украины. Сами необходимая документация подготовлена, иск принят к судебному рассмотрению. 14 июля состоится первое слушание. Глава ДНР Александр Захарченко сообщил о том, что все подразделения вооруженных сил республики будут обеспечены средствами связи, которые изготовят оборонные заводы республики. Захарченко также сообщил, что Донецкое предприятие ТОПАС уже получило задание на разработку и производство портативных радиостанций «Арахис». Впоследствии радиостанции будут направлены во все подразделения вооруженных сил республики. Радиостанции имеют водонепроницаемый корпус, комплектуются тремя видами антенн. «Арахис» – это новейшее поколение портативных цифровых ультракоротких волн радиостанций. Изобретательность гражданки США Ярисенко не знает границ. Теперь министр финансов придумала новый повод не платить госдолг Украины. Она заявила, что кредиторы – это люди Януковича. Технический дефолт Украины возможен, но это никак не повлияет на кошельки украинцев. Министр также заявила, что, возможно, часть украинских долгов принадлежит семье Виктора Януковича и его окружению Арбузову. Все это возможно, потому что это облигации можно покупать-продавать. Они на ирландской бирже продаются. «Я не могу знать, кто является бенефициарным собственником», – отметила она. По заявлению премьер-министра Украины Яценюка, к 2025 году Украина полностью перейдет на собственный газ. Премьер подчеркнул, что для реализации этой задачи необходимо увеличивать объем добычи природного газа. При этом цены на такой газ должны быть приближаться к рыночным. Ранее глава проявления российской энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что если для украинской стороны территория Донецкой и Луганской народных республик является частью Украины, то никаких вопросов с оплатой, поставляемой оттуда газа, быть не должно. В России стартовал сбор народных средств для съемок фильма «Донбасс» с народным артистом Российской Федерации Юрием Назаровым в одном из главных ролей. В основе сюжета лежит история двух родных братьев, разлученных в раннем детстве. Один вырос в Донецке, другой во Львове. И спустя 20 лет они встречаются на войне по разной стороне баррикад. Предложить стать режиссером ленты в первую очередь планируется Владимир Бартко. Он в свою очередь рассказал, что его студия совместно с телеканалом «Россия» скоро приступит к съемкам фильма о Донбассе под названием «Гибель городов». Два года и два с половиной месяца столько прожил на орбите российский космонавт Геннадий Падалко. Этой ночью он побил мировой рекорд по продолжительности нахождения в космосе. Прежний рекорд также принадлежит россиянину, космонавту Сергею Крикалеву. Таким образом, теперь каждый день пребывания Геннадия Падалко на Международной космической станции обновляется мировой рекорд. Если посадка спускаемого капсула корабля «Союз ТМА-16М» пройдет, как намечено, 11 сентября, то суммарный налет российского космонавта составит 877 дней. «В этот день я обязательно приеду в Центр управления полетами и поздравиваю. Я это сделаю железно», – заявил Сергей Крикалев, занимающий сейчас пост заместителя и гендиректора Головного научного института Роскосмоса. Подразделения войск радиационно-химической и биологической защиты примут участие в масштабных учениях Центрального военного округа в сентябре-октябре 2015 года. Эти учения будут межведомственны по ликвидации последствий аварий на атомных электростанциях. Будут привлечены федеральные органы исполнительной власти МЧС, РАСОТОМ, РАСПОТРЕБ, НАДЗОР, внутренние войска МВД и другие структуры. К учениям привлекут 1500 человек, 300 единиц техники и 10 единиц авиации. Также Министерством обороны Российской Федерации с 1 по 15 августа будет проведен международный конкурс на лучший экипаж радиационно-химической и биологической разведки «Безопасная среда», которые в дальнейшем будут проводиться раз в 4 года. При этом в рамках Вооруженных сил Российской Федерации состязания будут проводиться ежегодно. В ходе учений на Сахалине российскими военнослужащими подразделения мотострелкового соединения были обезврежены условные террористы. По легенде учения был замечен автомобиль с неустановленными вооруженными лицами. По тревоге были подняты подразделения антитеррора, мотострелкового соединения и подразделения военной автоинспекции. После поисковых в заданном районе автомобиль был обнаружен, блокирован силовым патрулем военной автоинспекции. К учениям было привлечено около 10 сотрудников военной автоинспекции и более 40 военнослужащих от мотострелкового соединения Украины. Греция закрыла банки и ввела лимит в 60 евро на снятие наличных. Кроме этого, переводы денег разрешены только в пределах страны. Ограничения продлятся неделя. Они не коснутся путешественников с картами, выпущенными за рубежом. Причиной стало решение Еврогруппы отказать Афина в продлении программы поддержки, срок которой заканчивается сегодня. 5 июля в Греции пройдет референдум, где граждане страны выскажут свое мнение об условиях финансовой помощи европейских кредиторов. Без займов от ЕС Афины уже к концу следующего месяца будут вынуждены объявить дефолт. В этом случае страна может покинуть еврозону. Российская Федерация, Китай и Индия стали крупнейшими владельцами голосов Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, уставной капитал которого составляет 100 млрд долларов. У Китая около 20% голосов, Индии 7,5%, России около 6%. Церемония подписания базового документа о создании Азиатского банка инфраструктурной инвестиции состоялась утром в Доме народных собраний в Пекине. В церемонии приняли участие представители 57 стран. Ожидается, что окончательное формирование международных банковских структур продолжится до конца нынешнего года. Отмечаем ежегодный 29 июня, День партизан и подпольщиков, довольно новая дата в календаре российских памятных дат. Предпосылка установления данной памятной даты имеется на 29 июня, послужило одно историческое событие. В этот день, в 1941 году, вышла директива Совнаркома СССР, в котором указывалось необходимо создание партизанских отрядов. Занятых врагом района создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывая все их мероприятия. За проявленное мужество и героизм, умилые и самотверженные действия в годы войны более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР. 248 человек получили звание Героя Советского Союза. Учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубокого уважения к жизням и подвигу людей, благодаря которым в 1945 году была освобождена от фашистов наша Родина. В этот день по всей стране проходят множественные памятные мероприятия с возложением цветов памятников погибших в годы Великой Отечественной войны и другим мемориалом. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действующих в тылу врага. С вами была Евгения Добир. Всего хорошего. Оставайтесь с нами.